Здравствуйте! Сегодня, наверное, последний фильм из цикла о цимбидиумах, если я опять чего-нибудь не вспомню. Итак, мы принесли наш цимбидиум домой, мы его осмотрели, мы поставили его на постоянное место и любуемся цветами. Когда наше растение цветет, мы его не удобряем. Вот только как появляется цветочная стрелка, вы понимаете, что это цветочная стрелка, мы перестаем его удобрять, потому что тогда растение очень быстро сбросит цветы. Растение уже запаслось питательными веществами, если вы дадите их больше, чем ему требуется, мы останемся просто без нашего красивого цветения. Итак, наш цимбидиум отцвел. Кстати, о цветах. Меня много раз спрашивают, почему говорится, что это орхидея, не только цимбидиум. Очень хорошо пахнет, она замечательный запах издает, а мы приносим ее домой, и орхидея или не пахнет, или пахнет совсем чуть-чуть. Все дело в том, что когда мы покупаем цветущие растения, они находятся в стрессовом состоянии. Мы поменяли им все, влажность, освещение, воздух в конце концов, и растение застрессовывается. Обычно где-то через недельку, дней 10, оно приходит в себя, и запах начинает появляться такой, какой он должен быть. Если запах у вас не появляется даже через неделю или 10 дней, у орхидея вашей не пахнет, это значит, что ей не хватает либо влажности, либо света, либо слишком жарко, может быть слишком холодно. Посмотрите и отрегулируйте это. Это касается тех орхидей, которые пахнут. Итак, наша орхидея цвела. Что мы делаем в следующем... Следующее наше движение. Я даю вот такое вот удобрение. Видите, оно в гранулах. Его очень удобно. Где-то... Ну, вот на такой горшок десертная ложка, наверное. Оно растворяется постепенно в течение двух месяцев. После двух месяцев мы снова даем такое же удобрение. Это удобрение для овощей развития, для роста молодых псевдобульбочек, молодых ростов. И где-то получается, допустим, вот это весенний цветущий цимбидюм. Где-то он отцвел в мае, июнь, июль. В июле мы даем еще раз. Август, сентябрь. Значит, три раза мы даем это удобрение. После того, как прошли эти месяцы, мы начинаем давать... Мне посоветовала женщина, которая их заводчится. Вот такое вот тоже растворимое в воде удобрение. Это для цветения. 20-20-20, как мы уже говорили. И это удобрение я даю уже два раза в месяц, как и всем остальным удобрениям. Орхидеям, извините. Что я еще хотела сказать. Очень хорошо два раза в год дать органическое удобрение. Например, я даю гранулированный навоз. Им очень нравится. Тоже в небольших количествах. Осторожно, не сожгите корни. Не повредите растение. Лучше немного меньше, чем лучше. Итак, мы даем нашим растениям удобрения. Ставим их в приемлемое для них место. Если есть веранда, на веранду. Если зимой есть какая-то прохладная комната, в прохладную комнату. Как уже говорили, с поливом будем очень осторожны. Вот видите, кажется, что сверху земля сухая, а на самом деле внутри влажно. Вот видите. Видите, даже палочки у меня тут гниют. Хотя я полила ее, ну, уже больше, наверное, 10 дней назад. Видите? И это при температуре, что температура у нас все равно поднимается. 25 градусов поднимается. Я даже сейчас посмотрю, сколько. Минуточку. 25 градусов, как я и сказала. Итак, предоставляем нашим растениям свет. Как мы уже сказали, можно даже утреннее или вечернее солнце. Воздух. Воду в разумных количествах. И удобрения. Ну, вот, наверное, все, что я хотела вам рассказать о цимбидиумах. Спасибо за внимание. Если мое видео было вам полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отец удовольствия. Спасибо.